так юпитер юпитер 23 июля 2020 год харьков 2057 по киеву дубль 2 настройки светочувствительности автоматически соответственно никаких полос мы не видим видим это видим спутники вон они три слева это получается европа сразу за юпитером потом ганимет и калиста замыкает шествие где а он справа возглавляет у нас шествие и о спутник редкий тоже случай или я чуть и полосы женид у меня уже просто в глазах рябит выдаю желаемость действительно очень дымчато конечно сейчас буду зрение вам портить резкостью играться и нервы конечно так все отошел ветерок зараза так сатурна вообще не видно поднимается над горизонтом только юпитер в плотных слоях атмосферы да мало того еще и в явных облачках хоть и треснем не мерещатся там полосы на этом маляпусеньком экранчике ладно поехали пока луну снимем а там глядишь может и сатурн подтянется так сатурн у нас сейчас 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 не сейчас какого там было числа 21 числа был в противостоянии то есть на одной линии с землей солнцем и на кратчайшем расстоянии к земле это как в предыдущем дубле говорил звуки не планетарные космические совершенно земные но я рядышком проехала машина не надо это приписывать гиперактивности лунатиков селенитов марсиан и прочих выдуманных персонажей как я и написал в комментарии камера приближает изображение но не в состоянии приблизить звуки раздающиеся на луне которых в силу отсутствия атмосфера на луне нет как таковых звуком ну да луна тоже такая через пелену очевидно так что думал экранчик аккурат помещалась да что ж такого-то посмотри прям в захолустье вот такой целый трафик от центра и города туда окружная рука упадает куда можно ехать в 10 часов вечера о значит ваша же воспитаю невецким кадром вот смотри как хорошо сверчочки поют вот комету наверное не получится даже на фотоаппарат снять сейчас завтра она на ближайшем расстоянии к земле комета на вайс 5-ти километровый кусок льда летящий сейчас к земле завтра будет ближе всего потом начнет удаляться но он все дальше от солнца 10 числа я его увидел этот камешек ледяной он был гораздо ближе к солнцу там почти на ближайшем расстоянии к солнцу и хвостяра был такой огроменный в общем очень классно его видно его просто заметил случайно в небе а он сатурн все все мы его нашли он дальше чем не казалось должен быть сейчас я штатив немножко под уравняю так вот у нас сейчас окуляре видно сейчас я посмотрю как на экране видно или нет справа в верхнем углу юпитер а в левом нижнем углу ни граммочка вам не видать да никаких ладно на слово чтоб не верили а вот он сатурн это как раз тот случай куда лучше один раз увидеть а еще лучше не один раз увидеть мутненько блекленько но узнаваем наш отошел ой смотри как он вертикально вверх написали тоже в комментах похож на всевидящее око ну да где то так не знаю откуда такой экспириенс опыт и знания как должно выглядеть всевидящее око ну готов поверить что это как раз оно один миллиард триста пятьдесят триста сорок пять как раз таки из-за близости миллионов километров до сатурна 620 миллионов километров до юпитера который конечно и гораздо ближе вдвое и намного 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 более громадный газовый наш гигантище если бы он был считаю в восемьдесят раз больше то у нас в солнечной системе было бы два солнца образовалось пошла бы термоядерная реакция на этом газовом гиганте ну вряд ли у нас была бы тогда возможность этому порадоваться эволюция конечно тогда человеку было бы попросту невозможно как наверное жизнь на земля на земля говорить откровенно так и земли бы никакого не было совершенно другие гравитационные были бы силы работали и вряд ли бы на этом месте где мы сейчас было бы что-то похожее вряд ли сто процентов не было бы Сатурн конечно тоже очаровашка если если все планеты ты посмотри что творится куда можно вообще вверх вечером ехать Если Юпитер выглядит, ну один большой круглый светлый шарик рядом, другие светлые пятнышки и, как тоже в комментариях писали, какие-то фонарики в подвале. У каждого свой опыт, конечно, в жизни. Но тут я вынужден согласиться. Ничего примечательного такого. На темном фоне белый клякс. А вот уже Сатурн. Фонариком не назовешь. Нет, ну при желании, конечно, можно таким витиеватым фонариком. Так, отошел. Фотоаппарат Nikon Coolpix 5000, а не телескоп. 125 крат увеличение оптическое, 4 крата увеличение цифровое. Объектив не сменный. Меркурий я пытаюсь снять каждое утро, но не вижу его. Ладно, поехали опять туда и потом закончим. Завтра пятница, последний день отработаю и надеюсь, будет возможность. Ох, какая у нас картина тут просто. Шикарная. Кто-то широкими мазками облака по небу размазал. А как раз там где луна, небо почище, что нас устраивает очень даже. Пришли какие-то животные. Сейчас постараюсь так навестись, чтобы по кадру при максимальном увеличении. Луна прошла. Резкость. Ищу резкость. Не с рук я снимаю, конечно. Тут ребята пишут, купи штатив. Да, конечно, за штатива. И на штативе так трясет. При 125-кратном увеличении любое касание штатива, любое дуновение ветерка, любой калуар, севший на объектив, кстати. Вызывает вот такое дрожание, которое, ну, натурально. На километры, сотни километров луна. Луну бросает по кадру. Опять у меня пергюнд. В пещере горного короля. О, вот они и луновики пролетели. Ладно, велосипедист проехал. Велосипедиста простим. Где-то на покатушках был. Земля не сокрясает. Воздух не загрязняет. Ладно, сейчас, наверное, все-таки еще один дублик. На низких настройках сделаю. А, комета, комета. Про комету я говорил. Кто ее ищет, повторяю, каждый раз при съемках. Если у вас хорошая погода, ясное небо, без облаков. Сейчас ниже Большой Медведицы. Ниже Большой Медведицы в ковше. В ручке три звезды. Вряд стоят. Вот вниз. Вряд. Эту линию продолжаете в сторону горизонта. И теперь она не прямо по этой линии, а чуть-чуть левее для вас, как наблюдателя. Где-то две длины ручки этого ковша опускаете, и чуть-чуть левее берете. Вот там будет. Но я делаю так. Я снимаю на фотоаппарат при высоких выдержках. И тогда уже увеличением просто, перемещением кадра в самом фотоаппарате ищу местоположение. Нет, и, конечно, Марокко та еще, но вот вчера я еще фотографировал комету Нео Вайс С-2020-F3. Или наоборот, С-2020-F3. Ладушки. 23 июля 2002 год. Харьков, 50 параллель северной широты, 21-12 по Киеву. Продолжение следует...